Девушки отдыхают Ракет Stinger Разрушитель Это двухствольный автоматический ракетомет Разрушитель впервые появился в Duke Nukem 3D 29 января 1996 года Без всякого сомнения он является самым желанным средством уничтожения инопланетной угрозы Легально его можно получить лишь в первом уровне эпизода «Лунный апокалипсис» Название этого эпизода полностью объясняет парадоксальную силу этого оружия В отличие от своих ультимативных конкурентов Он не запускает огромный медленный шар плазмы Не использует магию Вуду А запускает целый град миниатюрных ракет Которые не оставляют никакого шанса Как рядовым противникам, так и самому императору Циклопойду Для убийства рядовых врагов требуется одно точное попадание Разрушитель способен выпускать ракеты с безумной скорострельностью в 600 выстрелов в минуту Но не советую вам пытаться добиться такой скорости Вам достаточно 10 секунд, чтобы опустошить магазин на 99 ракет Несмотря на свою футуристичность, концепция разрушителя реальна И была придумана еще в начале 60-х годов Американский конструктор Роберт Мейнард представил оружейный комплекс Джайроджет В состав комплекса вошли пистолет, полуавтоматическая винтовка и штурмовая винтовка Которые использовали вместо обычных патронов ракеты на твердом топливе За столь уникальным боезапасом стояло стремление конструкторов сделать мощный и бесшумный оружейный комплекс Результат был положительный При стрельбе из пистолета Джайроджет вместо громкого хлопка издавалось только шипение А энергия ракеты на дистанции в 50 метров была в два раза больше, чем у пули, выпущенной из пистолета М1911 Джайроджет – единственный комплекс, который способен стрелять в открытом космосе На этом плюсы Джайроджета кончаются Комплекс не был принят на вооружение из-за минусов самой ракеты Время горения топлива составляло 0,1 секунды При таком результате ракета вылетает из ствола со скоростью в 30 метров в секунду Только на дистанции в 20 метров ракета развивает максимальную скорость в 380 метров в секунду Данный факт делает ракету малоэффективной на короткой дистанции На дистанции до 100 метров разброс ракет составлял от 2 до 3 метров А все из-за отсутствия холостового оперения для стабилизации ракет В легендарном Duke Nukem 3D у разрушителя были похожие проблемы Разрушитель ультимативен на средних и коротких дистанциях Но из-за маленьких стабилизаторов и низкой скорости полета ракеты на дальних дистанциях Это не самый лучший вариант Но на это можно закрыть глаза Его феноменальный потенциал наводит ужас и способен превратить любого чужого в суповой набор Во время третьего вторжения расы Циклопоид Дюк в свое распоряжение получил новую версию Разрушителя В Duke Nukem Forever мы получили вариант с серьезным редизайном На сей раз у Разрушителя отсутствует пистолетная рукоять и приклад Ствол одевается на руки Бойзапас стал меньше и составил 69 ракет Ракеты второго Разрушителя стали более смертельными и сокрушительными Вкус 40-мм ракет вкусил не один десяток батллордов и свинокопов Рой ракет, потроха и два дымящихся ствола Без сомнения делают Разрушитель легендарным оружием Большое спасибо, что смотрели Ставьте лайк, подписывайтесь, комментируйте Увидимся на поле боя Пока Субтитры сделал DimaTorzok